Агрегатор. Только свежие новости. В землях западного Азербайджана, в жизнедеятельности хаев мы наблюдаем противоположную картину. С чем это может быть связано? На этот вопрос не могут точно ответить даже сами армяне. Вернее отвечают. Но их ответы ограничиваются лишь сплошными романтическими высказываниями типа большинство армян должны вернуться, диаспора должна еще активнее помогать, мы должны делать инвестировать на хай-тек, должны открыться новые рабочие места и так далее и тому подобное стандартные высказывания как мы видим. Но может дело вовсе не в этом. Может проблема Армении и вовсе иная. Что если армянам попросту сложно принять одну важную историческую истину? Вернее в их случае истин будет много. Армяне, как кавказский фактор. Общеизвестно, что на территории современной республики Армении исторически проживали азербайджанские тюрки. Сама же область в разные периоды входила в состав азербайджанских государств. Кавказской Албании, Саджидов, Саларидов, Ильдегизидов, Каракэнлу, Акэнлу, Сефевидов, Афшаридов и так далее. После русско-каджарских войн в первой четверти 19 века вся территория северного Азербайджана была включена в состав Российской империи. В 1829 году под прямой наводкой царизма на месте бывшего Ириванского и Нахчеванского ханств была образована фиктивная армянская область. Именно с этой даты можно начать исчисление появления армянского фактора в регионе, а также начало ущемления прав коренного населения в лице азербайджанских тюрков на своих же землях. Уничтожение тюрко-мусульманского наследия в Армении. На протяжении всего периода существования Российской империи демографическая ситуация намеренно менялась в пользу армян. В период установления советской власти большевики подарили армянской ССР исторические азербайджанские территории Зангизур, Басар-Кичар, Гюйчо, а также большую часть Газаха. Следует ли писать о том, что начиная с этого времени на территории Армении все тюркско-мусульманские топонимы преднамеренно менялись на армянские, были уничтожены материально-исторические памятники культуры, разрушены кладбища и так далее. Депортация азербайджанцев из Армении в советское время. Но беда азербайджанского народа в этом не заканчивалась. В 1948-1953 годах около 100 тысяч азербайджанцев Армянской ССР согласно постановлению Совмина СССР и личной подписью Иосифа Сталина были насильно депортированы в Курааракскую низменность Азербайджанской ССР. Впоследствии резкая смена климата и отчуждение с родных мест очень отрицательно скажутся на жизни азербайджанцев, впоследствии чего некоторые умрут из-за малярийного климата, а некоторые вынуждены будут приспосабливаться. Вот о чем молчат представители армянского народа. Армянским пропагандистам неудобны такие факты, о них предпочитают умалчивать. Но доколе? Геноцид, как самоцель? Да, конечно, тема пресловутого геноцида тут также занимает особое место. Сегодня армянские лоббисты используют эту тему в качестве своей моральной поддержки и попытки вымогания компенсации от Турции. Спойлер, у них ничего не получалось и не получится и далее. Но объективны ли армяне в этом вопросе? Ведь есть факты, что главными виновниками гражданской войны в Восточной Анатолии в 1914-1920 годах являются именно партии армянских националистов Дашнаков. Почему они об этом умалчивают? То есть Османская империя 600 лет своего существования была хорошей и в один злосчастный день решила, что все армяне плохие. Это, конечно же, фикция. Будущее за Арменией, веками жившие в шоколаде армяне Османской империи, начиная с середины 19 века, слушая приказы великих держав, начали подрывную деятельность против страны, которая их приютила все эти годы. Более подробно этот вопрос нужно обсуждать в отдельном ролике. И все же, если окунуться на религиозно-философский мотив, то можно сказать, что сегодняшняя Армения просто платит за все то, что она на протяжении 200 лет предпринимала против Азербайджана и Турции. Поэтому, уже в 21 веке тюркофобские тенденции внутри армянского социума должны убавиться. Регион Южного Кавказа, наконец, должен обрести мир и покой. И каким Армения желает видеть свое будущее, зависит только от нее. Вот так, за пару минут, мы попытались расставить все рэперные точки армянской истории. Согласитесь, что даже такой беглый взгляд объясняет многое. И в частности, как в геноме армян за столетия появилась мания величия. Обманутая нация. Обманутая самими же собой. А на этом пока все. Спасибо, что посмотрели наш ролик. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и ждем вас на нашем канале в следующем ролике со свежими новостями.